еще раз потому что у нас там были какие-то проблемы со звуком но все хорошо я очень рада видеть вас пожалуйста присылайте мне смайлик что вы со мной что вы здесь подключились к эфиру и все в порядке со звуком так вижу вижу спасибо открываем эмоджи я хочу увидеть вашу поддержку это очень важно и для меня и для нашего гостя и так нас такая география регистрации сумасшедшие что поделитесь пожалуйста откуда вы какая страна город будет нам очень очень приятно так для тех кто меня еще не знает меня зовут юлия чеснокова я автор проекта food and success это проект по образованию и нетворкингу в ресторанной индустрии 8 лет мы проводим образовательные мероприятия для рестораторов и поваров по всему миру этот онлайн проект тоже часть уже нашего нашего дела нашего бизнеса и собственно говоря мне очень приятно коммуницировать с вами мои дорогие рестораторы и повара вот таким образом поэтому пожалуйста поддерживайте присылайте какой-то фидбэк будьте активны в чате мне очень очень приятно что да вот здесь все привет 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 что вы с нами здесь наша еще раз скажу что наши эфиры сопровождаются потрясающей географии участников да и в принципе для того чтобы сделать этот эфир у нас задействованы четыре страны сейчас восемь человек трудятся над этим эфиром впервые мы делаем синхронный перевод мы транслируем на два канала одновременно с русским и английским вариантом и к нам присоединяются англоговорящие гости чему я невероятно рада то есть вся эта наша история в нетворкинге да она приобретает настоящий международный масштаб спасибо большой команде я вас верю так что давайте мы это сделаем мы получили около 400 регистрации порядка 200 вопросов и это помогает мне и моей команде понять что все что мы делаем это вам интересно я надеюсь полезно вот и мы также собрали около 50 долларов благотворительных пожертвований спасибо вам огромное за поддержку вот этого эфира я надеюсь что все пройдет замечательно я скоро перейду на английский вот вы услышите перевод вам будет комфортно но перед этим я хочу озвучить два момента перед тем как представить живость и перейти к изучению его кейса в первую очередь я хочу сказать что в понедельник 11 мая стартует наш проект который я очень горжусь это такой курс личный бренд шефа на 360 градусов и или нас бросит вот ссылочку на этот курс сейчас в чате лекции ведут фантастические эксперты мы каждый день прорабатываем их презентации модерируем их образовательный процесс то есть эйчары смм щеки фудфотографы видеографы журналисты пиарщики все сейчас собрались вместе для того чтобы сделать для вас дорогие шефы и для шефов рестораторов да сделать вот этот проект и сделать этот курс я уверена что мои дорогие рестораторы когда вы откроетесь ваши шефы тоже должны быть подкованы должны так сказать найти себя должны помогать продвижению вашего ресторана и возможно ваш шеф станет той точкой притяжения который и поможет привлечь аудиторию а ведь мы знаем что люди идут на людей ну а мои любимые шефы для вас это прекрасная возможность тоже самоопределиться понять себя найти себя да и понять какой путь вам нужно пройти где нужно что лучше для того чтобы встроиться в гастрономическую карту города или мира или страны как вы зависит от ваших амбиций именно этот пример мы разберем сегодня с нашим гостем он действительно такой role model да как образец как вырасти как шеф вырасти в гастрономическом мире вот под конец интервью у нас будет два подарка для поваров и рестораторов так что оставайтесь с нами давайте я сейчас расскажу как будет построен наш сегодняшний разговор да как будет строиться наше интервью первая часть от того же из-за того что наш гость такой многогранный мы решили распределить разговор первую часть посвятить части грегори как ресторатора вторую часть больше кулинарную до часть раскроем потому что у нас только поворот аудитории с вопросами рестораторов с вопросами то есть мы сначала поговорим о бизнесе о существующей ситуации мы поговорим перейдем на кулинарную часть конечно же мы будем говорить о трендах куда же без них вот в это сложное время мы тоже можем говорить о трендах которые сейчас зарождаются и отвечаем на ваши вопросы так теперь я на будь уже готова я скоро перейду на английский ребята все ли хорошо дайте мне знать хорошо ли меня слышно и слышно ли вам хорошо перевод пожалуйста дайте знать сегодня мы будем наслаждаться голосом яны замечательной переводчицы я на большое спасибо за то что сегодня ты с нами что ты сегодня поддерживаешь наши мероприятия и удачи я надеюсь что сегодня все пройдет гладко итак давайте начинать я очень рада поприветствовать нашего англоязычного гостя потому что впервые мы делаем такую трансляцию живьем на двух языках и это довольно непростая задача я действительно надеюсь что комфортно будет аудитории как англоязычные так и русскоязычные которые слушают перевод и я открыта к любой обратной связи которую будете предоставлять по итог данного мероприятия и так ребята я настолько взволнована что у нас сегодня столь замечательный гость я убеждена что разговор действительно будет вдохновляющим и полезным для всех вас действительно полон интересной новой информации которая будет вдохновлять убеждена в этом сегодня с нами супергерой которым я искренне восхищаюсь знаете я восхищаюсь ним как шеф-поваром потому что он один из лучших шеф-поваров в мире и поверьте мне я знаком с большим количеством таких людей и я являюсь фанатка его ресторанов в париже в лондоне и если вас кто-то просит порекомендовать какой-то ресторан там то вы можете сказать езжайте в френче потому что он всегда знаете наверное в самых высоких позициях всех списков ресторанов всех рейтингов во франции и в лондоне также и знаете на самом деле ресторан то не только один это целая экосистема целая семья ресторанов экосистема ресторанов партнеров которые работают на одной улице моя профессиональная интуиция говорит мне о том что этот проект идеален понимаете проект идеален ну в общем он просто идеален это рестораны которые находятся в одном райончике города и знаете эта тенденция которая является вечной потому что идеальные рестораны которые находятся в одном районе кажется что эта тенденция будет жить вечно и я восхищаюсь нашим гостем он замечательный человек прекрасный друг и мне кажется что это как раз является причиной почему он сегодня здесь нами понятное дело чтобы поделиться помимо этого своим опытом с вами и помимо этого я также восхищаюсь его лидерскими качествами и я знаю что ушло очень много времени усилий и смелости для того чтобы превратиться шеф-повара в бизнесмена грегори маршан ресторан френчи большое спасибо за то что присоединились сегодня к нам для нас это истинное удовольствие и так пожалуйста включите видео чтобы у вас было видно здравствуйте все у нас тут больше сотни гостей фанаты ваших ресторанов как дела как париж как твои дела в эти безумные времена все хорошо знаете во первых солнышко светит поэтому очень здорово что есть возможность выглянуть в окно и увидеть солнечный свет и знаете мне кажется что мы делаем сейчас все по максимуму все от нас завидающие пытаемся принимать решения тогда когда их нужно принимать и знаете нам сейчас очень важно поддерживать связь с нашим сообществом мы пытаемся какие-то новые способы к подаче еды находить к тому как мы ее продавайте но мне кажется что на самом деле мы оказались довольно устойчивыми в данной ситуации по сути больше там ничего не делаем мы живем день от дня сейчас думаем что можно сделать по максимуму я слышала что у вас были проблемы с вирусом вот как это вообще на вас казалось довольно забавно то что выходные до того как нас всех закрыли на изоляцию во франции у нас были длинные выходные мы поехали отдохнуть в другой регион франции 4 дня спустя после того когда ввели изоляцию я заболел и знаете довольно чертовски себя чувствовал честно скажу пришлось обращаться в больницу это было похоже на грипп но такой жесткий грипп действительно жесткий грипп когда тебе влодит то лучше становится то снова плохо ты кашляешь у тебя поднимается температура тебя кидает в жар проблемы с дыханием я даже знаете помню что как-то задавался вопросом ну знаете вот когда звонить в больницу уже или нет потому что такое впечатление вот когда помню лежал на диване у меня было такое впечатление что я пробежался 5 лестничных пролетов вверх вот пять этажей пробежал вот такое было чувство это было странное ощущение и вот эти вот вот это все ощущение мне кажется что для шеф-повара это вообще очень страшное ощущение да на самом деле не было серьезных проблем прям с дыханием но я потерял чувство вкуса и обоняние и это было знаете на самом деле забавно все это произошло я вообще-то готовил дома а делал томатный соус для пасты и я всегда очень много чеснока добавляю в свой томатный соус я так странно не пахнет что-то чеснок вообще и потом я открываю консервированные томаты у меня здесь прекрасный бренд итальянские шикарные томаты и обычно запах довольно у них специфический я открываю такое что ж такое я прямо нос туда засовываю в банку и думаю то черт возьми я вообще не слышу никаких запахов и потом я пошел к холодильнику и начал оттуда доставать все потом достал кучу всего и прям пытаюсь даже укусить что-то а вкусу всего как у картона и вот это было реально странно и где-то две недели я был в таком состоянии а что ты можешь то сделать когда ты на изоляции помимо того чтобы есть и пить хорошее вино а я сидел и это было ужасно ничего из этого делать не мог но хорошая это то что ко мне все мои органы чувств вернулись здоровыми и целыми да но зато сейчас у тебя есть иммунитет к вирусу и у всей семьи да на самом деле мы сдали анализ крови и все мы четверо с женой двумя детьми у нас у всех теперь есть антитела в организме я не знаю как же как долго они у нас продержатся в организме но сейчас как минимум можем готовить мы можем собираться и не слишком-то переживать что мы можем кого-то другого заразить либо сами подцепить заразу да мне кажется что это хорошо то что вы это знаете то есть вы как бы уже каким-то образом защищены после этого принимая во внимание все это безумие которое сейчас происходит потому что поведение гостей будет меняться скорее всего из этого всего да еще как в любом случае нам известно что у нас есть аудитории это рестораторы шефы и молодые шефы которые только начинают свою карьеру поэтому ты для них являешься как образцом на который стоит равняться не мог бы ты пожалуйста ну вот быстренько рассказать о себе до того как ты открыл свой ресторан в париже что произошло как твоя жизнь развивалась мне было 16 когда я начала учиться готовки во франции в ноте на севере франции и после этого когда я выпустился из кулинарного училища я отправился в англии справа в шотландию и затем в лондон потом я путешествовал а и оттачивал навык но наверное больше десяти лет я был в испании в гонконге в нью-йорке и париже вернулся в сентябре восьмого года и тогда открыл фрэнчи 1 апреля девятого года это должно было быть бестро местная в 24 посадочных места небольшой меню которое можно себе позволить то место в которое хочется возвращаться и в это было знаете потом как безумие это было началом бестрономии действительным безумием просто у меня вышло так что я придумал хорошее предложение в правильный временной момент поэтому это было действительно успешным шагом знаете потом открылся фрэнчи и потом винный бар фрэнчи через дорогу френчи на вы нас фрэнчи то го а можно пожалуйста грека перебить тебя сейчас и показать ребятам как выглядит улица да конечно до того как мы начнем более детально потом говорить чтобы они лучше понимали как все это выглядит в париже ресторан в лондоне поэтому я хочу поделиться я вчера пробовала вводить свою презентацию сейчас попробую еще раз секундочку пожалуйста и так презентация что ж может пожалуйста прокомментировать эти снимки да да слева снимок это роды нил улица 72 метра где-то улица вложенная брусчаткой я во втором округе парижском находится и эта улица которую вы видите слева когда я туда пришел то на самом деле знаете обычно там люди хранили просто огромные тюки с тканями из которых шили одежду это просто была такая себе улочка даже переулок скорее где было много много закрытых зданий и постепенно постепенно я вот пусажей после green bean туда зашел вот френч это первый ресторан который открылся на улице и постепенно постепенно мой друг теруар дернир который является поставщиков овощей вот вы собственно можете увидеть сейчас на экране на сегодняшний день руды не там находится френч и френч и туго то есть ресторан на вы нас а лава кафе это кофейня мой друг которого я тоже привлек туда теруар до венера это магазина с мясными товарами рыба и овощами пекарня и даже сырная лавка потом есть ресторан винный бар и на этой картинке не видно но еще у нас есть шоколадная фабрика то есть вся улица сейчас по сути знаете занята заведениями она стала пожалуй одной из самых гастрономичных улиц в париже и и все продолжают дальше открывать винные бары в рядышком по соседству с рестораном притягиваются к вам грека уже так сделать может быть и мне стоит попробовать это создается экосистема да совершенно верно и знаешь на самом деле довольно интересно то что мы даже никак не планировали этого специально это просто ситуация когда появилась возможность и потом вышло какие-то другие места выкупить и потом мы начали разрастаться то есть не было плана конкретного и четкого мы все друзья также потому что все мы работаем друг с другом например кофейня они делают смесь кофейной для френч и туго шоколадница я использую их шоколад у себя в ресторанах понятное дело что также используется туар дэвэнир их магазинчики чтобы закупаться мясом рыба и так далее то есть по сути мы все работаем в связке вместе и создаем настоящую динамику на улице понимаете мы создали также ассоциацию она помогает нам продвигать эту улицу например когда рождество мы украшаем улицу рождественскими декорациями и раз в году мы устраиваем большую вечеринку для того чтобы поблагодарить сообщества всех клиентов всех людей то есть это огромная вечеринка на всю улицу с живой музыкой знаете это это очень особенная улица и знаете я к ней очень привязан я очень много времени провожу на этой улице я на самом деле даже живу в концерт и улице так поэтому мы создали да действительно маленькую экосистему по сути такую соседскую создали вдохнули сосудскую жизнь в эту улицу у нас нет машины мы пользуемся велосипедами для передвижения и единственное что делаю для того чтобы путешествовать это наверное вот когда в лондон путешествую практически каждую неделю туда езжу но помимо этого по сути мы живем в очень особом месте да это очень интересно для меня частности вот это вот ваше партнерство я бы даже сказала дружба вы создали этот опыт для сообщества вокруг вас а и отсутствие туристов сейчас вот тоже замечается пекарня например есть есть ваши рестораны на улице то есть разные предложения и сейчас принимаем внимание изоляцию есть фрэнчи ту гоу еда на вынос а кто-то если покупает еду то может купить заодно хлеб и знаете был вопрос от ребят которые регистрировались от гостей нашего мероприятия являетесь ли вы частью какой-то ассоциации шеф-поваров но вот только что то что вы сказали очень важно это то что вы с друзьями создали ассоциацию одной улице вместо того чтобы быть частью какой-то глобальной ассоциации шефов вы вдохнули жизнь и цель в эту улицу все вместе и как по мне это действительно нечто выдающееся совершенно верно так я тогда сейчас не буду показывать свой экран и на самом деле ты получил мишленскую звезду поздравляю с этим ребята спрашивали об этой мишленовской звезде какая разница между рестораном со звездой и очень хорошим рестораном если какая-то разница что ты получил с этой мишленовской звездой ну вот может быть что-то для тебя и либо для пиара заведений поменялось дело в том что во первых мы ждали 10 лет чтобы получить эту звезду и за эти 10 лет нам уже удалось построить бренд определенную марку то есть мы создали бренд с разными ресторанами и звезда ну это было сюрпризом по сути большим сюрпризом и подумали ну может быть мы никогда не получим звезду мы подумали мы уже создали сообщество целое поэтому мне кажется что звезда знаете это как вишенка на торте скорее чем что то к чему мы намеренно стремились я вижу большое количество людей которые открывают ресторан их приоритет это получение мишленовской звезды у нас это никогда не было приоритетом но честно говоря когда мы получили ее то это было как будто бы подтверждением десятилетнего опыта работы того что мы построили может быть даже делали это не так как это стоит делать согласно мишленовским стандартам поэтому для меня получение этой звезды 10 лет спустя было еще более сильным подтверждением и я знаете на самом деле никогда не задумывался над этим но да звезда она привлекает внимание больше внимания к вам внимание больших брендов и больше возможности открывается ввиду такой ситуации поэтому можно диверсифицировать бизнеса то есть у нас есть ресторан и бизнес с одной стороны и помимо этого можно начинать еще предоставлять консультационные услуги какие-то совместные проекты создавать с другими брендами которые будут видеть другие для того чтобы было больше финансовой свободы для того чтобы заниматься тем что действительно тебе нравится к чему у тебя сердце лежит и это здорово мне кажется мне кажется что это было очень очень год был замечательный пока этот вирус не случился и знаете до этого было еще лучше я не знаю как будет после коронавируса но до него было все прекрасно ну мы можем надеяться что все будет еще лучше простите пожалуйста переводчик не слышит докладчика юлия вас не слышно сейчас слышно отлично еще одна выдающаяся вещь который я хотел бы поделиться еще один слайд сейчас выведу и попрошу откомментировать тебя этот слайд у тебя есть вот эта семья ресторанов и мне очень нравится этот слайд и вот мне нравится больше всего это то что ты представляешь свои рестораны как людей и гостям людям хочется себя как-то ассоциировать с вашими ресторанами то есть тебе не приходится бегать определять какую-то гипотетическую аудиторию какое-то гипотетическое сообщество сейчас я выведу этот слайд секундочку и ты нам поведаешь чуть больше про семью в этих ресторанов секунду да мы начали делать бренд book потому что если есть несколько разных заведений которые растут органически тут возникает загвоздка что ты можешь задаться вопросом а я где вообще что происходит что делает мои рестораны успешными и очень легко заблудиться когда возникает этот вопрос и мы попросили агентство помочь нам создать бренд book который по сути позволяет каждому нашему ресторану приписать сильную идентичность и это позволило нам четко понять чем является каждое из заведений что делать каждый из них столь уникальным и и когда мы открылись в лондоне у меня была проблема с идентификацией определением каков именно этот ресторан что делает его успешным и тогда я прям как будто бы мне будто всего сковало я не мог принять решение я очень переживал переживал касательно каждого движения которое совершал и вот это все нам очень помогло очень помогло позволило нам понять чем мы являемся а чем быть мы не хотим это как будто бы наша днк то есть здесь каждая картинка сопоставимая с рестораном она довольно забавная потому что есть ресторан который похож вот знаете на какую-то базу как потерянство мне кажется что все могут прочитать и и вот знаете тут такая дамас найки да да очень классное сравнение если вот винный бар мы возьмем то здесь у нас такой себе младший брат слегка аутсайдер такой брат рок-н-ролльщик и вы знаете такой плейлист у нас тоже такой роковый хип-хоповский и потом у нас есть двоюродный брат из другой страны знаете это все можно прочитать познакомиться более детально у нас кстати есть на самом деле новый проект мы два дня тому назад начали работу над ним он называется monday он будет в пигале и мы уже начали работу и думаем а это у нас кто будет то в семье и и он у нас будет наверное тетушка тетушкой незамужней потому что пигале с этом это регион здесь знаете исторически там был мульон и руши квартал как красных фонарей бары где-то ранее это все находилось понятное дело что сейчас то очень сильно все изменилось а там но тем не менее все равно есть вот это вот витает эта история в воздухе и вот мы определяемся сейчас идентичность этого ресторана мне кажется что это забавно мне кажется что это помогает нам но помимо этого также помогает людям которые с нами сотрудничают и нашему персоналу лучше понимать лучше понимается концепцию заведения а может быть мы сейчас откомментируем прошлое немножечко меню в ресторанах которые у вас есть каким оно было сейчас может быть она изменилась и поговорим про то какова ситуация на нынешний момент спустя время и хочу нашей аудитории дать кое-что понять многие из них были в ваших ресторанах и они действительно являются вашим почитателям большое спасибо всем за это да вы даже себе не сколько сообщений боже юля большое спасибо что это интервью будет с гребом он супер герой причем не только для меня просто делать больше нечего поэтому я чрезвычайно рад сегодня будет с вами всеми ребята очень рад что мы можем расширить нашу аудиторию большое всем спасибо за то что вы сегодня здесь и пожалуйста чтобы мы поняли разницу вот френчи это ресторан на смешанской и так френчи родунил начиналось все не так это было небольшое бестро я один работал на кухне 10 лет тому назад и мы готовили хорошую еду из хороших ингредиентов как бестро но это было не у бестро не олдскульное бестро вовсе нет и знаете тоже количество посадочных мест сейчас у меня-то на кухне 5 человек уже работают понятное дело что мы пытаемся все улучшить проработать наше днк но вкус как мне кажется такой же но мы пытаемся слегка это все улучшить сделать более изящным мы находим новых поставщиков понятное время спустя эти годы удалось новые техники найти 10 лет это довольно большой промежуток времени и на сегодняшний день можно сказать что у нас уже что-то знаете больше такое похоже на высокую кухню и это высокая бестрономия мы очень много внимания уделяем опыту который испытывает наш клиент когда к нам приходит именно поэтому я очень много внимания уделяю тому что можно делать после к вида потому что я думаю что возможно мы сможем где-то в июне вероятно открыть ресторан и захочется ли приходить в ресторан в маске пить из пластикового стаканчика чтобы температуру тебе замеряли на входе в перчатках сидеть в маске постоянно поэтому я думаю я думаю что поход в ресторан в частности в такой ресторан как френч ресторан который надо забронировать за две недели средний чек на 100 120 евро ну наверное ты там не будешь себя очень комфортно так чувствовать потому что хочется какой-то иной опыт как для гостя хочется какую-то историю прочувствовать и мне кажется что когда мы переоткроемся и это кстати сейчас большой вопрос когда именно это произойдет мы будем ну знаешь мы будем оторваны оторваны от одного из очень важных инструментов который позволяет нам завершить опыт понятное дело мы сможем готовить но мы не сможем донести вот этот опыт нахождения во френче и поэтому сейчас перед нами этот огромный вопрос касательно того как как мы можем справиться с этим понятное дело что есть несколько день касательно то что можно сделать но мы об этом поговорим слегка погодя и винный бар винный бар ну знаете вот давайте подумаем что вы идете с лучшими друзьями в винный бар там маленький столик вы сидите за столиком с какими-то людьми которые вам вообще возможно не знакомы там играет громкая музыка хип-хоп из 90-х хард-рок играет и очень громко много бокалов винных потом приносите это старые тарелки на стол вы делитесь этими блюдами и пьете вино предлагаете вино тем кто стоит рядом с вами все прямо локтями друг друга касаться то есть а понятное дело что ресторан мы не можем это точно назвать потому что там очень мало пространства то есть это винный бар на самом деле винный бар это то место куда я хожу довольно часто потому что я могу таким образом контролировать что происходит в ресторане всем друзьям говорю приходите винный бар в пятницу вечером и тогда я могу с ними а прокинуть бокальчик и там у нас а также проходила вечеринка когда нас наградили мишленовской звездой я с друзьями когда был чемпионат мира и там очень много всего делаем и много всего празднуем это очень особенное место для нас мне кажется что все мы сейчас скучаем по такой атмосфере по такому ощущению когда мы друг с другом вместе в частности вот в таких местах как винный бар френчи когда ты берешь табурет садишься и вокруг тебя жизнь буяет так что у нас там дальше это винный магазин фрэнчи мы продаем вино а вот например а лысый парень в очках а он уже девять лет мы с ним знакомы и мы с ним партнер в этом а винном магазине а он открыт на той же улице где остались наше заведение то есть есть а пинонуар там видно и там видно написано хэви метал еще ему нравятся такие фестивали ему нравится эта музыка и я это на самом деле очень уважаю мне самому нравится в хэви метал я до сих пор его немножечко послушиваю и также там проходят винные уроки дегустации очень много всего винного так сказать мы там проводим в этом магазине он небольшой там есть винный погреб большое количество вина большая коллекция и это позволяет насытить всю улицу винной атмосферой то есть представьте себе если вы являетесь подмастерьем и вы начинаете работать в винном баре и потом вы можете еще пойти поработать параллельно в винном магазине после этого в ресторане это позволяет вам получить крайне разнообразный многосторонний опыт связанный с работой с вином на одной улице это прекрасно и вот это фрэнчи ту гоу это фастфуд фрэнчи такой веселая еда быстро и хорошая мне нравится это место обожаю его оно очень забавно узнать узнать это опыт который получил после работы в лондоне в нью-йорке когда работал с коптильней мы готовим хот-доги мы коптим бекон пастрами мы делаем мы делаем очень много очень много сэндвичей замечательную еду и это то место куда классно прийти с детьми выходные с семьей на завтрак на бранч на какой-то из этих приемов пищи поэтому да атмосфера там действительно очень забавная и вот вся вселенная этого заведения она забавная это то место где прям целый день можно приходить туда чтобы перекусить каким-то сэндвичем выпить чая кофе поэтому оно насыщает радостью улицу мне кажется что это то место где наверное сейчас больше всего заказов на вынос да 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 совершенно верно хорошо и лондон вот он лондон лондон говоря о лондоне мы называем его парижской нл бразерии он находится в сердце коментгардена то есть местонахождение невероятное и дизайнеры эмили бавантюр она работала над всеми нашими ресторанами и это место тоже собственно из под ее пера она понимает парижский шик и это место оно просто безумное потому что за пару месяцев мечта превратилась в реальность мы даже не понимали в каком направлении до конца движемся это было непростой задачей но это стало частью культурной карты лондона я скучаю по этому месту потому что я уже мне кажется лет сто не было в лондоне из-за ситуации сложившиеся с нетерпением жду когда смогу вновь туда вернуться а можешь пожалуйста сейчас нам раскрыть истину давай поговорим про нынешнюю ситуацию что ты делаешь принимая во внимание изоляцию что делаешь с ресторанами с фермерами с которыми работаешь вот какова деятельность ваша сейчас итак мы закрыли ресторан я заболел поэтому три недели вообще ничего не происходило потом я начал поправляться я опять вернулся собрался силами собрал несколько членов нашей команды и мы начали готовить для работников медицинской сферы с другом и мы начали доставлять блюда ежедневно в один из госпиталей в париже и я не знаю слышал ли ты но есть массимо батю или рефиторио это место куда могут приходить бездомные люди и где они могут покушать еду готовят шеф-повара используя те продукты которые не продали в супермаркетах и рефиторио нас спросили ребята вы не хотите стать частью пилотного проекта и помочь нам с приготовлением еды и первое мы начали готовить 50 то есть где-то 100 в день по итогу у нас выходит для медиков и для бездомных людей и когда мы это начали делать на кухне френча мы посмотрели на улицу и видели что очень много людей покупают овощи еду потому что что делать то сейчас ты можешь дома готовить потому что делать больше особо то нечего поэтому все остановились и говорили а можно вы открыты мы говорим да нет мы просто готовим для медработников и потом я так думаю на самом то деле мы могли бы зарабатывать просто люди приходят спрашивают могли бы зарабатывать мы могли бы поддерживать фермеров и начать покупать что-то у них потому что мы все поняли что все мы настолько завязаны друг на друге что если мы прекращаем работу то фермер по итогу тоже сидит с кучей продуктов которые не были реализованы поэтому я начал говорить с людьми которые работали в кухне со всем персоналом все начали мне звонить спрашивать что мы делаем может быть чем-то помочь и я почувствовал действительно сильное чувство солидарности и возможность которая начала зиять на горизонте и поэтому мы превратили френч это гол на где готовится блюдо которые можно дома разогреть какие то есть ежедневные меню мы делаем это и работает это хорошо и знаете это дает людям возможность не все готовить с нуля дома потому что готовить два блюда в день 7 дней в неделю даже несмотря на то что моя работа когда это делают дома для еще трех человек помимо меня еще надо потом мыть эту посуду это начинает быть уже не таким-то удовольствием поэтому мы начали эту инициативу это позволяет нам покрыть расходы на аренду то есть карманные расходы по сути ты можешь себя чем-то занять поэтому нужно постараться знаете забрать шефов с кухни и неделю просто ничем не делать а я начал сходить с ума а вот сейчас вот эти люди все начиналось с двух людей да вначале потом 70 людей до того как вы закрылись у нас до сих пор 70 человек потому что к счастью правительство во франции и в великобритании поддерживает людей поэтому не получают 80 процентов своей заработной платы по сегодняшний день и знаешь многие из них они иностранцы поэтому они вернулись к своим семьям в зависимости от того с какой они страны туда и вернулись все люди во франции начали спрашивать и говорят шеф большое спасибо что ты нас вытянул из дома потому что мы уже с ума сходили вот это первый шаг собственно то что произошло второй шаг мы поняли что надо думать о том что будет после и как я уже говорил ранее можем ли мы вновь открыть ресторан где у нас наверное будет половина посадочных мест ну наверное да мы можем скорее всего мы так и сделаем настолько поздно насколько это можно сделать но винный бар нет невозможно как можно открыть винный бар при том чтобы все соблюдали дистанцию не сработает поэтому я решил его превратить сейчас дарт китчен и с 18 мая мы будем делать доставки наборов из трех блюд то есть вместо того что вы говорите ребята вот сегодня я забронировал столик френча на четверых человек давайте там встретимся будет так что ребята приходите ко мне домой я заказал еду с френчей на дом поэтому мы сейчас работаем над этой концепцией я думаю что к началу следующей недели она уже будет готова поэтому посмотрим как пойдет но мне кажется что необходимо по-новому сейчас мыслить надеюсь что через год все вернется на круги своя это будет самый лучший сценарий но на сегодняшний день мы столкнулись с вирусом который в первую очередь убивает людей поэтому люди напуганы они боятся выходить на улицу пока мы не найдем лечение то многие люди будут бояться ходить в рестораны потому что это риск они рискуют подцепить вирус поэтому это собственно вот мои мысли касательно всей ситуации и надеюсь что все сработает хорошо мне кажется что во Франции большинство ресторанов сейчас пытаются вот так вот как раз работать и есть вот это френчи дома это теперь будет бренд френчи от хом но уже превращается в бренд мне кажется что как раз так а как можно бестрономичный ресторан запугать в коробку а вот слушай на самом деле у нас есть прекрасные вот такие вот в японском стиле типа оригами коробки я не придумывал это другие люди разработали эту идею мне кажется что мы будем использовать логистические услуги для доставки потому что это не наша работа мы не знаем как это лучше делать если бы это было реальным полноценным проектом то наверное мы сами бы доставляли это все но мы не знаем как долго все это продлится поэтому будем использовать другую площадку для того чтобы это делать а сами будем заниматься тем что делаем готовить вкуснейшую еду мы будем адаптироваться по ситуации потому что мы не можем на самом деле готовить то что готовили до этого в ресторанах так же поэтому нужно некоторые вещи тоже подстроить под ситуацию но на самом деле обратная связь у нас очень хорошая принимая во внимание то что мы делаем сейчас French to go в наших коробках на вынос то есть French запаковали в коробку помимо меню French to go еще есть еще другие блюда да это понятное дело будет все дешевле стоить наше меню в French где-то 88 евро на человека наверное в среднем а здесь наверное будет 35 евро потому что должна цена быть более доступная поэтому мне кажется что нужно быть ближе к людям нужно расширять свою аудиторию для того чтобы охватить максимальное количество людей и это как раз то что мы делаем то есть что-то что хочется скушать дома пытаемся готовить мы не будем я не знаю прям там пинцетами красиво раскладывать какие-то ингредиенты а можешь пожалуйста рассказать про ферму про свое хозяйство потому что это часть вашего экологичного бизнеса до того как все это произошло я хотел инвестировать в эко ферму в 40 километрах от города Париж прекрасное хозяйство органическое земледелие и есть несколько ресторанов которые тоже работают с этим фермерским хозяйством мы сказали что хотим они это могли сделать вообще мы должны были это сделать в середине апреля собрать первый урожай я 10 лет тому назад был на ферме для того чтобы помочь и заменить систему орошения и это фермерское хозяйство которое вот мы видим что там только начинает все всходить по сути только начинается все поэтому для меня я понимал что это то чем я хотел всегда заниматься мой дядя на самом деле фермер ну такой большой фермер наверное у него больше пары тысяч и акров и мой двоюродный брат тоже этим занимается и он говорит может быть один акр взять и там что-то попробовать вырастить какие-то красивые овощи он сказал да я бы это сделал но сложно найти кого-то у кого есть навыки необходимые для того чтобы это сделать и вот было собственно так и тут появилась эта возможность на сегодняшний день такие рестораны как мы мы не можем себе позволить иметь фермерское хозяйство сейчас поэтому являемся частью группы людей которые могут себе позволить это хозяйство у нас есть своя доля в этом и есть возможность соответственно большинство продуктов 40 километрах от парижа наших ресторанов это позволяет нам отправлять людей наш персонал некоторых наших шеф-поваров персонал для того чтобы они увидели что такое выращивание овощей как это происходит чтобы они их собрали запаковали их вы знаете с уважением отнеслись к этим овощам и также это позволяет нам создать органическое органическое подходы в нашем ресторане то есть заниматься компостированием потом отправлять назад на ферму то есть замкнутый цикл это проект о котором мы думали еще до того он продолжается но я думаю как только откроется ресторан мы сможем работать с овощами замечательный проект он очень экологичный потому что это позволяет сократить свои затраты выращивать то что необходимо именно в вашем ресторане да и ты можешь выращивать все что хочешь но не все что ты хочешь понятное дело что не все овощи могут расти в любых климатических условиях поэтому необходимо будет поэкспериментировать слегка но хорошо это то что вот люди такие как мы мы можем работать с фермерами ну это будет как от кутюр знаете нечто я бы сказал и можно спрашивать фермеров не только о том что можно вырастить но и спрашивать как лучше получить ту зрелость которую вы хотите например если я хочу репу чтобы она была по размеру как теннисный мячик или мячик для настольного тенниса то я смогу лучше намного контролировать данный процесс да конечно переходя к кулинарной части может быть немножко поговорим про бестрономии мы вчера об этом говорили но для тех людей которые не знают что означает что именно означает бестрономия что означает необестро какая разница между бестро и необестро можешь пожалуйста рассказать по твоему мнению все это началось еще лет 30 назад но ты действительно являешься шефом который работает с этим трендом мне кажется что не 30 лет назад это произошло но к этому еще вернусь бестрономия это бестро и гастрономия по сути склеенное в одно слово то есть необходимо париж или во 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 тогда они были слегка истощены, они были скучными. Это было после Nouvelle Cuisine, которая революционизировала потребление еды. Это то, что было скорее больше 80-х. И потом все начало снова становиться скучным, скучное обслуживание, скучная еда, несезонная, дорогая. Ну, знаете, и тут внезапно мы называем это появлением нового тренда. Мне кажется, на самом деле это началось еще до того, как появилось название бестерномия. Был шеф, который работал в ресторане с двумя членовскими взглядами, и в Кандебро, и он открыл Le Contoir. Le Contoir был рестораном, где вроде все делается то же самое, но готовка как в бестро. Идеально все, с прекрасными ингредиентами, очень хорошая атмосфера, хорошие цены. И это как раз вот тогда и началось, тогда и началось развиваться бестерномии. На самом деле название появилось позже. А благодаря одному из моих хороших друзей, журналисту, который работает с гастрономией, к сожалению, в этом году его не стал самым, его зовут Себастьян Лемарон, и он был критиком, работал с Гомио и другими изданиями. И однажды на радио он на самом деле сказал это слово, и оно закрепилось. То есть бестерномия так и появилось. И потом в 2006 году открылся Le Chateau-Briand, тоже вроде бы бестро, но еда более смелая. И тогда как раз вот и начали использовать это слово не обе странами. В 2006 году это Chateau-Briand. Мне кажется, что уже в 2009 году, когда мы открыли French, это было как будто бы демократизацией данного движения. Я, в частности, ничего тогда не знал, потому что я никогда до этого не жил в Париже. Я только вернулся из Нью-Йорка, никого не знал, путешествовал на протяжении 10 лет. И вообще у меня не было никакой привязки, по сути. И потом я вернулся, я просто открыл бестро, которое бы отображало мой опыт путешественника. И вот, собственно, как и началось все это движение не обе странами. Без катертей, очень искренний подход к работе с клиентами, к работе с нашими гостями. То есть, все очень реально, по-настоящему. Настоящее отношение с людьми, настоящая еда на трелке, настоящее вино в бокале. Ничего вычурного, да, ничего вычурного, но много внимания к деталям. Если сегодня отправиться в френче, то ножи у нас замечательного качества, тарелки, все сделаны вручную, моим другом. Там есть маркировка френчи, то есть нет вот этого всего блеска, лоска, но есть чувство аутентичности. И мне кажется, что на сегодняшний день как раз вот это является важным, очень важным для ресторана. Автентичность. Мы не хотим ничего ненастоящего. И мне кажется, что на сегодняшний день важно знать имя человека, который вырастил морковки, с которыми вы работали. Человек, который ножи ваши сделал, который ваши тарелки сделал. Мне кажется, что вот это очень важная часть ресторана на сегодняшний день. Говоря об этой аутентичности, правда ли или нет, что бестрономия... Ну, по твоему мнению, это вот что-то исконно французское или как пицца, что-то, что стало теперь международным? Вот эта культура бестрономии, культура бестро, она является исконно французской и только таковой, или международной? Хорошо. Я считаю, что для меня бестрономия – это квинтэссенция ресторанов в Париже на сегодняшний день. Потому что есть несколько ресторанов в Нью-Йорке, есть Контра, например, Джереми Астон, он работал на этих ресторанах в Париже, в Шотто-Брион. И я думаю, что на сегодняшний день, если отправиться туда, то можно почувствовать этот парижский дух. И в Англии, например, есть Гастропап, вот это вот движение, которое, знаете, очень хорошее движение. Я помню, что, когда я был в Лондоне, на самом деле, началось-то оно еще до этого, до движения бестрономии. Мне кажется, что у всех есть свои особенности, своя культура, своя еда. И, знаете, на сегодняшний день я вижу рестораны, такие как Лайлс, например. Это очень хороший пример того, как неогастропап можно реализовать или клавклаб. Но это, скорее, больше движение гастропапа. Для меня, в бестрономии, это движение, оно является французским, и, скорее, даже больше именно парижским, именно с парижскими корнями. И на сегодняшний день, мне кажется, что у каждой культуры, у каждой пищевой культуры, в каждой стране можно найти что-то интересное в своем прошлом и возродить его в будущем. Это хорошее заявление. А как насчет японских бестро? Можно что-то такое? Почему нет? На сегодняшний день, что было бы эквивалентом японского бестро, да? Это вопрос, которым стоит задаться. И я обожаю Японию, но это как другой мир. Вообще другой мир, не похожий на то, где живем мы. Я бывал там. Там столько разной еды. Это могут быть изакай, это могут быть рестораны суши, это могут быть небольшие заведения, где продают уличную еду, танкацу. Японское бестро, мне кажется, не так просто понять японскую культуру, мне лично, но почему нет? Но для французской, мне кажется, очень важно иметь французские корни. Да, да, бестро – это квинтэссенция чего-то французского. И я не хочу быть шовинистом или слишком уж прям французом, закоренелым в этом плане. Я просто честно в этом убежден. Да, я знаю, что в твоих блюдах отражен твой опыт пребывания в разных странах Испании, Гонконга, Нью-Йорка. То есть вот эта международная нотка в твоих блюдах, в тех блюдах, которые ты готовишь. Поэтому что-то скорее более международное, чем местное-местное. Переходя к кулинарной части, потому что у нас очень много вопросов от шеф-поваров. Итак, на самом деле, одна из вещей, которые я хотела охватить – это лидерские качества и бизнес-часть шефа. Потому что у тебя были наставники, которые позволили тебе вырасти, превратиться из просто шеф-повара в настоящего бизнесмена. И как, собственно, это получилось? Можешь ли поделиться с нашими молодыми шеф-поварами? На самом деле, мне кажется, что шагов несколько. Сперва ты повар, после этого ты становишься сушефом, а потом ты становишься шеф-поваром, и потом, не знаю, исполнительным шеф-поваром, главным шеф-поваром. И потом постепенно тебя как будто бы вытягивают из кухни, ты становишься управляющим. А потом из управляющего, когда у тебя уже появляется один ресторан, ну еще ничего. А когда вот уже несколько, то ты понимаешь, что ты превращаешься в истинного лидера. И кажется, это еще очень просто, когда я вот так вот рассказываю об этом. Первый шаг для меня был выйти из кухни. И мне кажется, что это произошло, когда мы открылись в Лондоне в 2016 году. Потому что очевидно, что даже на улице Рудениль у нас было несколько заведений, но на одной улице. Поэтому я мог бегать по этой улице. А тут внезапно мне надо было садиться на поезда компании «Евростар», ехать два с половиной часа в другой ресторан. Например, на неделю-две для открытия в Лондоне я даже до месяца мог там находиться. И потом ты возвращаешься, и тебе надо постоянно... Ну, во-первых, необходимо разобраться с чувством вины, что ты не на кухне, не с ребятами, что ты не рядом с ними постоянно 12-16 часов в день. Ну, зависит от дня, понятное дело. И для меня это было очень сложно. Я очень сильно страдал. Когда мы в Лондоне открылись, меня это практически сломало. У меня был практически нервный срыв. Первый. Из-за того, что от 35 до 70 увеличилось количество людей, с которыми мы работали, это огромное финансовое давление. И мне кажется, у меня не было необходимых инструментов для того, чтобы вести этих людей за собой, потому что я больше не мог управлять ними, не мог говорить, вот это делаем, вот это делаем. Нет, надо было дать им самим понимать, показать им путь, по которому нужно идти, и чтобы они делали то, что нужно делать, то, что они считают нужным. И что по итогу все выходило так, как я хотел бы это видеть. И, как я уже говорил, когда я начал готовить, мне было 16 лет. Я не учился ни в каких заведениях, где учили бы ведение бизнеса. Очень важно это посмотреть на себя и не бояться, сказать, что мне нужна помощь. И эту помощь я нашел в Лондоне. Я до сих пор работаю с коучем, с тренером, который занимается лидерскими навыками. Он помог мне найти инструменты, которые позволили вести людей за собой, скорее, чем управлять ними. Мне кажется, так во всем. Необходимо учиться. Необходимо, чтобы кто-то показал, как что-то делается правильно. Поэтому в какой-то момент нужно понять, если помощь вам нужна, не бойтесь ее попросить. Вот когда ко мне приходят люди на стажировку, на практику, начинающие повара, всегда им говорю, что я здесь для вас, ребята. Если вам что-то надо, вы подходите, обращайтесь ко мне. И очень часто они ко мне подходят, и мы с ними общаемся, болтаем о чем-то. Мне кажется, что это помогает. И мне кажется, что очень важно быть скромным и при этом не бояться просить о помощи, когда она вам нужна. Но это прекрасное путешествие, по правде говоря. Но не всегда было так просто. Знаете, все делается шаг за шагом. И сегодня довольно забавно то, что я на кухне с ребятами, я звоню поставщикам, да как, Грег, ты вот там что-то сделал, и потом мы видимся раз в год, когда ты приезжаешь к нам в Париже. Ну, то есть, редко видишься с этими людьми, но по телефону ты с ними не разговариваешь каждый день с поставщиками. Поэтому, на самом деле, очень здорово, когда есть возможность немножечко замедлиться, поготовить еду. И сейчас мы разрабатываем новое меню для того, чтобы заниматься услугами кейтеринга. Это все новое, это все в новинку. Поэтому мне нужно быть там для того, чтобы ребятам показать, как все это делается. Мне кажется, что ребятам тоже очень нравится быть со мной. Такое впечатление, да, они просто чувствуют твою энергетику, да-да, совершенно верно. Поэтому это хорошо. Ну да, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Мы не рождаемся лидерами от природы. Все лидеры, будь то маленький лидер, либо Стив Джобс, в какой-то момент, а им надо было научиться быть лидером, это непростая работа, потому что, опять же таки, это не от природы. Да, и мне очень нравится идея того, как ты новая задача ставишь для своей команды. Я, собственно, уже говорила, что спрашивать наши гости про меню, как часто вы его меняете, постоянно ли одни же ингредиенты используете в разных ресторанах. Как делать так, чтобы люди постоянно ощущали, что вот сейчас будет что-то новое, увлекательное. Да, мне кажется, что генезис блюда на самом деле начинается с того, что вот есть блюдо, вы делаете новое блюдо, потом все движется вверх, 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 и потом в какой-то момент ба-бах, и вниз все падает, потому что сперва вы очень взволнованы. Сперва вы пытаетесь приготовить блюдо, и потом так, ну, пытаетесь его еще лучше сделать, и потом блюдо у вас прекрасное, офигенное, и персонал у вас доволен. Новое блюдо все такие, давай готовить его, и тут внезапно всем надоедает, наскучило. И можно превратить все в рутину таким образом, и когда начинается рутина, нужно менять блюдо, необходимо двигаться дальше. Потому мне кажется, мы, вот мы, например, меняем постоянно, и люди спрашивают, что лучше всего продается, либо какое любимое блюдо. Я говорю, не знаю, потому что мы постоянно меняем все. И мы не готовим постоянно одно и то же, возможно, мы возьмем ту же идею, возможно, мы будем использовать похожую технику, похожие ингредиенты. Потому что если ты используешь ингредиент, который готовится там же, где ты работаешь, сезонный ингредиент, то ты будешь постоянно его использовать. Понятно, дело, возвращаться к нему вновь и вновь. Поэтому постоянно все меняется, постоянно меняется один из шеф-поваров, у него появилась идея. И мы, знаете, вот я чувствую, что у моих шеф-поваров много идей, и люди, которые приезжают, например, кто-то из Индии приехал к нам на практику и готовит что-то для людей, которые работают, и говорит, я сейчас приготовлю классный карри, я пробую, и такой, о боже, это офигенно! И тут мы такие, ух ты, давай покажи мне, как это все готовится, тут внезапно мы... Я, по сути, говорю, ага, это было твое блюдо, теперь это мое блюдо! Мы как бы... Мне кажется, что весь наш персонал, все наши шеф-повара, у всех у них есть личная история. И нам крайне повезло, что к нам люди приезжают со всего мира, поэтому я думаю, что нам нужно прислушиваться к тому, что они говорят. Иногда они говорят невероятные вещи, иногда у них возникнут невероятные идеи, и я напитываюсь всем этим. И Френчи, то, чем он является на сегодняшний день, на самом деле, это огромное количество вкладов всех людей, которые работали в Френчи, и это превратило Френчи в то заведение, которым он является. Я просто следую за этими людьми и пытаюсь держать их в определенных рамках, в тех рамках, которые мы для себя поставили, когда разработали бренд-бук. Поэтому я просто являюсь как бы хранителем этого всего, и я собираюсь всю эту информацию, все эти идеи, и как по мне, это как раз то, что позволяет развивать самого себя, потому что иначе ты будешь постоянно делать одно и то же, и в какой-то момент у тебя мозг просто вскипит. Да, но это касается не только тебя, а всех людей в команде, правда же? Очень важно, чтобы мозг у них постоянно работал над чем-то новым, чтобы они что-то изобретали, правда? Как-то обогащать меню, и... Понятное дело, что вы не меняете его... Ну да, мне кажется, на самом деле... Не знаю, может быть, есть люди, которые так делают? Да, итак... То есть мы говорим тут не про какие-то тенденции, про моду, а про идентичность Френча, правда же? Мы говорим не про только мнение людей, это вот ваша точка зрения, ваша точка зрения на блюдо, которое вы готовите. Да, я делаю то, что мне нравится. И мне кажется, что на сегодняшний день у нас очень широкий ассортимент различных техник, приправ. Мы знаем, что нам нравится, знаем, что не нравится, и постоянно открываем для себя что-то новое. Но мне кажется, что, принимая все это во внимание, нам как раз удается создавать наше блюдо. А это где-то все прописано. У нас есть человек, который работает с рецептами, потому что наша проблема в чем? Это что, а, помнишь, вот что мы делали там в прошлом году? И такой, поэтому нужно начинать опять с нуля в таком случае. Поэтому мы тоже сделали книгу. Но мне кажется, очень важно, и на самом деле у нас никогда нету вот прям целого блюда. Мы знаем, что вот у нас есть такие-то заправки, такие-то соусы, или, например, такие-то техники, чтобы каждый год мы не думали... А ты помнишь вообще, что мы там делали в прошлом году-то, а тебе все такие нет-нет? И я такой, ох, черт возьми. И не приходилось начинать все с нуля, по сути. Поэтому есть определенная база, но как такового рецепта от Ада я нету. Здорово. Я помню, что вчера мы говорили про вопросы, и ребята еще спрашивали про новые тренды, меню в ресторанах, которые будут с бестрономией. Да, мне кажется, что мы уже очень хорошо ориентируемся на кухню, где используется много овощей. У нас есть клиенты, которые приезжают к нам со всего мира, и они очень требовательные. Вегетарианцы, но и веганы также есть среди этих людей. И для нас вегетарианцы, да, вообще, очень легко. А вот веганы, мы просим людей, чтобы они нам сообщали об этом во время бронирования столика, если они вдруг веганы, чтобы мы могли подумать. Не только принести какой-то кусочек жареного овоща в оливковом масле, а чтобы блюдо было более продуманным. На сегодняшний день, и мне кажется, что это тенденция, мы едим меньше белка, но мы едим лучше. Я помню, когда я учился в кулинарии, то мне учили 50 грамм мяса, либо рыбы добавить к блюду. А сейчас, ты так думаешь, я же не съем вот столько всего, если придерживаться этих четких инструкций. Поэтому поведение человеческое изменилось, оно также развивается, и на сегодняшний день мы можем использовать белок, по сути, как какую-то приправу, например, батарго, или копченые анчоусы, немного подсушенного мяса. То есть, это не вегетарианское блюдо пер се, но это блюдо, ориентированное на использование большего количества овощей. И мне кажется, что это то, что мы уже довольно активно делаем, и, скорее всего, будем это делать больше, потому что у нас уже есть фермерское хозяйство. И если говорить про выпечку, у вас есть три человека, которые занимаются этим. Если говорить про выпечку в выдвижении бестрономии, и это был просто десерт от шефа, и он может быть прекрасным, но, скорее, был слегка простоват изначально. И очень часто это было блюдо, где-то такое, еда была отличная, но десерт, я думаю, такой дома мог бы приготовить себе на десерт. И я решил какое-то время тому назад сделать так, чтобы у нас была отдельная секция кондитерских изделий. У нас есть специальная программа шеф-повара, и у нас есть, собственно, основное место это French to go. Там готовят все кондитерские изделия для всей улицы, после этого разносят по всем нашим заведениям. Поэтому у нас есть шеф-повар, который занимается именно этим направлением. Есть главный шеф и подмастерия, которая учится у них втроем. Они могут это все делать, но мы делаем тарты, бабки, мы делаем беконовые коржики, десерты для ресторанов. То есть огромное разнообразие, огромный спектр десертов, которые мы готовим, но мы пытаемся это все еще лучше делать. И на самом деле не очень хорош в этом, но ничего страшного. Не скажу, что меня прям сильно интересует вот эта возня с кондитеркой. Нет, интересует-то на самом деле, но я не получаю от этого прям сильного удовольствия. Но у меня много идей всегда очень. И сегодня мы общались с шефом, который этим занимается на заведении. И опять же таки, я указываю направление. Например, я говорю, слушай, вот у нас есть ревень, может быть, нам из бревня что-то сделать с клубникой и добавить туда перец, такой особый вид перца. И она говорит, да, да, я попробую сперва. Она сперва попробует то, что ей хочется, чтобы она могла себя выразить. И я потом говорю, хорошо, а что можно еще добавить, чтобы что-то было хрустяще. Она скажет, ага, у меня есть три варианта, есть вот такой, такой, такой вариант. И потом постепенно, ну знаешь, мы начинаем все делать. И первое, это намного лучше выхочем, если бы я это делал сам. И второе, это этот шеф действительно берется полностью за этот проект. И есть определенное... Человек себя соотношит с этим, и потом я говорю, блин, офигенно, вышло. И это выстраивает классные отношения с шефом, который занимается кондитерскими изделиями. И наши десерты довольно хорошие, я ними горжусь. А может быть, на готовку, на доставку вы тоже можете будете что-то готовить? Нет, мне кажется, что на доставку мы хотим что-то было более простое. Что-то более простое, что может хорошо сохраняться в пути, потому что его надо доставлять. И шеф моя еще не вернулась, которая занимается выпечкой. Она вернется скоро, но сейчас она со своей семьей, поэтому нам нужно сейчас подумать, как по-другому можно все это сделать. На самом деле, когда мы на какие-то езди мероприятия, вот как в Майами было не так давно, но все время я путешествую со своим главным шефом и с поваром, и я тот человек, которому приходится это все делать сладко, даже несмотря на то, что я это не люблю. Вот так вот-то выходит, и я страдаю. Можешь, пожалуйста, пару слов сказать про свое сотрудничество с брендами, с которыми ты работаешь? Мне кажется, нашим гостям, слушателям, очень важно рассказать, что это важно для бизнеса. Вот несколько слов про то, с кем ты работаешь. Да, мне кажется, что сотрудничество появляется, когда у вас есть какой-то бренд, когда у вас есть бренд или когда бренды интересуются вами. И мне кажется, что действительно нужно знать, кем вы являетесь до того, как вы начнете с кем-то сотрудничать, потому что сотрудничество может иногда даже навредить вашему бренду. Я не знаю, помните ли вы некоторых шеф-поваров, которые работали с кнором, и такие, о, посмотрите, ты теряешь все доверие к себе, нельзя такого делать. Поэтому, во-первых, нужно выбрать бренд. Надо выбрать бренд, который соответствует вашим убеждениям. И, понятное дело, что этот спектр широкий. Например, я работал с суши для большого французского бренда, который называется суши-шоп. Шефа до этого, Ла Грека до этого, Ансофи Пи. То есть, довольно большие именно. То есть, это не фастфуд-фастфуд. Ну, это, типа, премиальные доставки суши, что-то типа такого. И я знал, что это, и я был довольно удивлен. Удивлен в хорошем плане, что всю рыбу они получали, там ее разделывали. У них довольно большая сеть в Лондоне, в Испании тоже. А что ты видишь в этом сотрудничестве? Какие плюсы для тебя с этим шопом, с Кортье или с Experimental Group? Несколько было таких проектов. Первый – это консалтинг. То есть, ты идешь туда, консалтинг какой-то происходит, составляешь меню, либо разрабатываешь какой-то продукт. Обычно это мое имя, Грег Маршант, а не Френчи. То есть, это первая часть сотрудничества, потом работа с контрактами. Это ресторан, который мы открывали с Experimental Group в Picard. По сути, у них есть отель, и весь ресторан будет наш. Мы будем за него отвечать. Но мы ничего не инвестируем в плане денег этих ресторанов, мы просто ним управляем. И потом ты получаешь какой-то процент от оборота. И консалтинговые услуги, но без имени. Я это делал для Magnum, мороженое, например, бренд мороженого. Двойной Magnum. Все мы обожаем мороженое Magnum, правда же? Ну, хорошо. И они хотели помощи в разработке новых вкусов для Double Magnum. Вот тот, который с новым слоем сладкого джема внутри. То есть, мы с ними работаем. Но понятное дело, что имя мое они не будут использовать. Потому что, во-первых, мое имя, ну, никто не будет меня знать по сравнению с этим. Знаете, я так мое лицо на упаковке себе сразу представил. Но они платят тебе, да, они платят тебе, по сути, за твои знания. За знания и за твой опыт. То есть, есть много разных способов сотрудничества с брендами. Но, во-первых, это должно быть весело и увлекательно. Во-вторых, это легкие деньги. Давайте будем честны. По сравнению с тем, что необходимо делать для того, чтобы заработать 1 евро в ресторанном бизнесе. Заработать 1 евро во время предоставления касательных услуг – это вообще не то же. Это дает вам финансовую свободу также. И позволяет заниматься тем, что вам нравится, то есть управлять дальше ресторанами. И это дает вам видимость. Это дает вам очень хорошую рекламу, пиар. И одно из самых важных, самых интересных для меня также, потому что деньги-то это важно, но одна из очень важных вещей – это то, ты попадаешь в новый мир, который для тебя является неизведанным. Знакомишься с новыми людьми – это вытаскивает тебя из твоей зоны комфорта. Внезапно я на фабрике, где делают мороженое «Магнум». Я такой, а как его делают-то вообще? И ты видишь постоянно жидкий азот, у тебя прямо все высыхает в глазах. И ты смотришь, ага, жидкий азот, мороженое туда-туда вставляет, заставляет. И я такой, ух ты, прикольно, прикольно. На самом деле, мы тоже десерт, похоже, делали в вайн-баре, только, пожалуйста, никому об этом не говорите, это тайна. Нет, это только между нами и еще сотни человек. И это классно. И часто люди, которые руководят такими компаниями, они обычно очень умные, интересные люди. И вы можете пообщаться об огромном количестве вещей с ними, о еде, о лидерстве. Просто надо общаться с такими замечательными людьми. Мне кажется, что это хорошо. Потому что, что я сам заметил, когда ты слишком сильно погружен в свой ресторан, то это убивает твое творчество. Ты не видишь больше ничего иногда. И именно потому это важно. Именно потому важно выйти иногда из кухни и посмотреть на более общую картину. И как раз тогда можно работать над какими-то другими проектами. Над фермерским хозяйством, стараться не оставлять после себя углеродный след. Это позволяет делать очень много важных вещей, которые позволят тебе не просто крепче спать ночью, а еще потому что сегодня это позволяет тебя привлекать к замечательным людям. Новое поколение, оно ищет работу, работу, которая имеет какой-то смысл в их жизни. И мне кажется, что сегодня люди, они приходят и такие, ух ты, блин, вот это классно! Когда люди приходят и начинают на тебя работать, ты можешь дать им какую-то цель в жизни, предназначение. И тогда на тебя будут работать самые талантливые люди, работать на тебя дольше будут так же. То есть это как круг такой. Знаешь, все это сотрудничество происходит, потому что ты разработал личный бренд. Люди знают тебя, они ищут таких людей, как ты. И вот все эти 10 лет работы позволили тебе выстроить тебя, Грегори Маршант и Френчи. Это как две планеты, которые движутся вместе. И люди видят тебя именно так. Это очень четко, это очень понятно. Они доверяют тебе, доверяют твоей работе. Поэтому, вот, потому и появляются такие сотрудничества. Грег, даю минутку, потому что мне надо поделиться подарком от тебя и от меня. Подарками, которые мы подготовили. И после этого мы поговорим еще 10 минут. О чем? Поговорим о чем? О трендах. О трендах. Мне послушалось поговорим о Трампе. Я такой, серьезно, о Трампе? Не сейчас. Я такой, ну окей. Про Трампа, так про него. Лучше, наверное, про Макрона в нашем случае говорить бы. Ребята, давайте я озвучу наши подарки. Потом мы перейдем к трендам. Я надеюсь, что большинство вопросов мы с Дрэгом на них ответили. Да, если какие-то еще будут, мы можем продолжить тоже в письменном виде. Что я сейчас хочу сказать, это то, что мы подготовили пару подарочков для вас. Я поделюсь своим экраном, чтобы вы визуализировали. Сейчас, одну секунду. Я только осваиваю эту историю. Итак, значит, первое. Первый подарок от Грега – это стажировка в его ресторане. Как только все откроется, вы сможете принять участие непосредственно в работе его ресторана. Быть на кухне и учиться у него. Напомню, что параллельно у нас проходит курс по личному бренду для поваров. И стартует он 11 числа. Я и Грег, мы вот эти все подарки собираем вместе. И вы можете сейчас поучаствовать в конкурсе и получить либо стажировку в ресторане, либо обучение на онлайн-курсе по личному бренду уже с понедельника. Значит, для того, чтобы принять участие, надо написать. Это могут принимать участие и рестораторы, и повара. Если вы хотите постажироваться в ресторане у Грега, когда они откроются, или отправить своего шефа на стажировку, напишите, пожалуйста, пять инсайтов после сегодняшнего нашего вебинара. И я ресторатор, я хочу отправить на стажировку моего шефа, потому что... Или я шеф, я хочу попасть на стажировку, потому что... Публикуете, отмечаете нас, мы с Грегом просмотрим, и Грег выберет того человека, которого... Ну вот он примет на стажировку, как только откроется бизнес. Вот. И наш подарок от Food&Success, участие в нашем курсе, который стартует уже в понедельник. Элина. Так, да, надо написать пост. Я шеф, хочу развивать свой бренд, потому что... Публикуем, отмечаем, и мы уже вот в ближайший день озвучим, кто победил, кто едет на стажировку, а кто отправляется развивать свой бренд как шеф уже с понедельника под руководством нашего... нашего куратора. Я сейчас возвращаюсь. Я надеюсь, вы это все увидели, да? Отмечайте нас. Элина сейчас в комментариях пропишет ссылочки. Фейсбук, Инстаграм не имеет значения. Food&Success, почему я хочу, или пять инсайтов сегодняшнего нашего разговора. Так, я сейчас переключаюсь обратно. Мы возвращаемся. Грег, I'm coming back to you. Грег, возвращаюсь к тебе. Слышишь меня хорошо? Да. Да. И парочка коротеньких вопросов, а потом про тренды. Для того, чтобы слегка расслабиться. Можешь отвечать одним словом либо целым предложением на твое усмотрение. Начинаем. Мишлен или 50 лучших? Ух! От правильного ответа нет. Нет, я знаю, что нету. Но я скажу... Ах! Давай, быстро, быстро. Я не могу ответить на этот вопрос. Оба. Кэжуал либо высокая кухня? Кэжуал. Нет, а высокая? Нет, веселая скорее. Париж или Лондон? Я бы сказал Париж. Прости, Лондон. Хорошо. Жанбон или хамон? Рамен. Рамен. Рамен, 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 рамен. Рамен. Хамон? Рамен. Хорошо. Если у вас есть возможность открыть ресторан где угодно в мире, даже если не во Франции или в Лондоне, в какой-то другой вообще части мира, где бы ты открылся? На Ибице, наверное. На Ибице, наверное. Это потому что там лето проводишь. Да, да. На севере Ибице. Там, где хипари тусят. Круто, большое спасибо. Ты справился с этой задачей. Теперь переходим к трендам. Спасибо. Итак, будущее маленьких ресторанов. Будущее таких ресторанов, как те, с которыми работаешь ты. Как ты думаешь, какое у них будет будущее? Мне кажется, что будущее у маленьких ресторанов очень хорошее. Мне кажется, что сегодня мы видим многие большие сети в Великобритании, в Лондоне, например, закрываются. Мне кажется, что сегодня люди хотят больше видеть аутентичности. Они хотят ходить в рестораны, где можно почувствовать определенную историю, где можно находиться в небольшом заведении. Им хочется больше аутентичности. Поэтому мне кажется, да, что у нас впереди замечательное будущее. Мы говорили с ребятами, которые отказываются заниматься доставкой, пока они не откроются. Каково твое мнение по этому поводу? Мне кажется, что доставка уже до этого была довольно большим трендом. Но мне кажется, что мы видим на сегодняшний день, что скорее новый способ потребления еды. Мы уже видим в Нью-Йорке, в городе, что когда сейчас делают ремонт в квартирах, там делают чаще три спальни, прямо полноценной кухни, чем две спальни и одна кухня. Потому что у людей нет времени на готовку. Люди все больше вызывают доставки. И здесь важно понимать, что здесь происходит. Например, вы что-то заказываете, кто-то приходит, приносит вам это все, и вы готовите это все, получив у себя продукты. Или это просто кликни и забери доставки с предварительным заказом. То есть, ты не просто заказываешь и сразу же доставляешь, а, например, ага, в субботу я закажу вот это вот, и вам его доставляют в, например, временной промежуток с 5 до 7 часов вечера. Мне кажется, что вот это будет трендом после ковид, после эпидемии, потому что до того, как люди смогут выходить на улицу, снова ходить в ресторан, мне кажется, что вот это будет работать довольно неплохо. Но я думаю, я думаю, чувствую. Да, потому что, наверное, будет мне очень комфортно, как только все закончится в масках, во всем этом обмундировании защитном. Поэтому мы ожидаем, что Макрон скажет, да, что мы будем делать, да, в конец мая для ресторанов. Что ж, в любом случае, я думаю, что фермерское хозяйство – это тоже очень популярный тренд. Рестораны выращивают овощи, не знаю, может быть, даже птицу выращивают для своего использования, для того, чтобы сокращать расходы. Выращивают то, что им хочется для своего меню. Это также очень экологичный подход. Да, экологичность, устойчивое развитие – все эти тренды, мы их уже видим сейчас. И, принимая внимание, коронавирус, мы понимаем, что это, вероятно, ускорит данный процесс. Да, мне кажется, что люди сейчас становятся более чувственными. Им хочется есть что-то выращенное там же, где они живут, что-то местное. Это уже происходит. Мне кажется, что этот тренд будет продолжать свое существование. У людей сейчас будет время задуматься о стиле своей жизни. Единственные люди, которые могут, извините, как мы потребляем еду, это клиенты. Это тот человек, который у нас что-то покупает. То есть, если вы хотите, чтобы в супермаркете все было лучше, что-то поменялось, то перестаньте туда ходить. Им придется пересмотреть свой подход и предложение. Если вы хотите, чтобы супермаркет перестал просить маленьких фермеров о скидках, то тогда перестаньте ходить в супермаркеты. Ходите к местному фермеру, если у вас есть такая возможность. На сегодняшний день мы видим все больше и больше платформ, которые позволяют вам обойти вот эти вот огромные машины, систему, которые больше не являются экологичными и не соответствуют устойчивому развитию. Поэтому да, мы выбираем. Вы выбираете. Делайте правильный выбор. Каждый маленький выбор имеет огромное влияние. Означает ли это, что Париж изменится? На самом деле, мне кажется, что Париж уже является таким городом, где можно комфортно, чтобы есть. Многие люди говорят, как кажется, между Парижем и Лондоном. Я всегда говорю, что Париж – это место высокой кухни, а Лондон – веселой кухни. Но мне кажется, что сейчас очень много бестров, которые открываются, не являются более непринужденными в стиле casual. И Париж очень сильно меняется. Это больше не такой уже Париж, как он был ранее, и он может вдохновлять весь мир. Итак, Грег! Это все. Большое тебе спасибо. Большое спасибо. Это было замечательно. Очень вдохновляющая беседа. Обожаю с тобой общаться. Огромное спасибо за эту дружбу, за то, что поделился с нами своими мыслями о бизнесе. Спасибо вам всем, что поделился решениями, и вдохновил нас быть смелыми. Всего самого лучшего твоей семье. Большое спасибо. И большое спасибо за то, что наделили меня голосом, и хочу поблагодарить всех, кто слушал сегодня нашу с Юлей беседу. Ребята, надеюсь, что скоро увидимся с вами в Париже, когда путешествия вновь возобновятся. И хочу пожелать удачи всем шеф-поварам, всем людям, которые работают в индустрии гостеприимства, которые сейчас лишились работы временно. Ребята, мы все вместе в этом. Держим кулачки. Остаемся в позитивном настрое. Я думаю, что все станет лучше. Большое спасибо. Большое спасибо, Грег. От себя хочу сказать, что все мы очень положительно настроены. Но сегодня, будучи реалисткой, я убеждена, что нам нужно чуточку надежды для того, чтобы выжить, для того, чтобы сделать следующий шаг вперед. И все мы оказались в одинаково сложной ситуации. Независимо от размера нашего дела, нашего бизнеса, мы делаем новые шаги, и мы вместе трудимся над изменением ситуации. Если я могу как-то чем-то помочь, пожалуйста, дай мне знать. Ребята, Грег, все, кто слушает сейчас нас, и будут к нам притягиваться в будущем. С нетерпением жду встречи с вами где-то. Где-то в мире. Обнимаю вас. Мы скоро выберем победителей и анонсируем у нас на Курин-каке. Все. Всех обнимаю. Спасибо команде. Все молодцы. Пока.